Долгожданное тепло в квартиры жителей округа наконец-то поступило. Теперь остается надеяться, что перебоя всего поставками не будет. Представители филиала «Партизанский» краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» утверждают, что со своей стороны приложат все усилия, чтобы избежать проблем в этом отопительном сезоне. Все подробности в нашем следующем сюжете. Вопрос о готовности города к зиме всегда очень серьезный. А в этом году он серьезнее вдвойне. Во-первых, в памяти горожан еще живы воспоминания о ледяных батареях в их квартирах. Во-вторых, есть опасения, что такое может повториться. Тем более, что на нашу территорию пришло «Примтеплоэнерго» – краевое государственное унитарное предприятие. И что от него ждать, пока горожане не знают. Представители же компании утверждают, что свою работу они знают и постараются не допустить критических ситуаций. На сегодняшний день, говоря о работе по производству, я должен обратить ваше внимание на то, что основная проблема – топливо решена. И практически годовой запас топлива в той или иной форме гарантирован для работы теплового района Фокина. На котельной сейчас запущено два опоровых котла. Этого количества пока хватает, чтобы поддерживать в квартирах тепло. Когда же совсем похолодает, в работу введут дополнительные котлы. Как утверждает Юрьевяткин, начальник теплового района Фокина, сейчас тепло подано на все объекты и по городу, и в поселке Дуна, и на острове Кутятина. За летний период мы к отопительному сезону подготовились. Поставки топлива в этом году осуществляют головное предприятие. Запас уже у нас порядка 10 тысяч тонн. Вошли в отопительный сезон с нормативными запасами топлива. И топливо продолжает поступать. То есть, в перспективе еще 10 тысяч тонн у нас уже в путь. То есть, я считаю, что отопительный сезон должны пройти без сбоев. В прошлом году перерывы в посадках топлива в этом году не будет. Сейчас представители прим теплоэнерго хотят лишь понимания, как со стороны муниципальных властей, так и обычных горожан. И готовы сотрудничать, напоминая жителям, что зона ответственности теплоэнергетиков – это сети до входа в дом. За трубы внутри здания отвечают управляющие компании. А теплоснабжение квартир, как известно, во многом зависит от исправности внутридомовых систем, которые, к сожалению, пока не во всех домах в порядке. Стопроцентной, конечно, подготовки жилья пока нет. Вы это понимаете. Но мы тоже понимаем. На сегодняшний день мы поддерживаем администрацию, стараемся помочь, и они нам тоже. Сказать, что мы не понимаем прим теплоэнерго и администрацию Фокера – это будет неправда. Котельные, теплотрассы – все находится в собственности администрации города. Мы выиграли тендер и нам сдали в аренду. То есть нам позволили эксплуатировать эти трассы. И поэтому то, что мы успели сделать по подготовке к зимнеотопительным сезонам, мы вот надеемся, как сказал Евгений Геннадьевич, что это нам обеспечит прохождение отопительного сезона, и мы будем внимательно за этим всем смотреть. На будущий год, конечно, мы продефектуем все то хозяйство, которое у нас есть, и в ремонтной программе, в общем-то, будет уже указано и обеспечено материалами. Что касается вопроса повышения цен на тепло, то Михаил Материкин заверил, что в этом году они не возрастут. Губернатор края Сергей Дарькин оставил их на прежнем уровне. У нас было 1600 гигакалорий, так оно и осталось. Но, естественно, мы не какая-то благотворительная организация. И губернатор через законодательное собрание края выделяет определенные средства, которые называются соцвыплата. Каким образом? Значит, люди, каждый, кто получает тепло от Примтеплоэнергии, пишут заявление, предоставляют документы, подтверждающие квартиру, квадратуру, площади, и приходят сюда к нам, в общем-то, или в отдел соцзащиты города, предоставляют эти документы. Если ваше заявление на перечисление социальной выплаты было оформлено на МУП Теплоэнерго, то его необходимо переоформить в отделе социальной защиты населения по адресу улица Центральная 2, кабинет 211. В том случае, если по болезни или по каким-то иным причинам житель не может подойти в кабинет, у нас по городу работают 5 контролеров. И большая просьба позвонить нам по телефону 26482 отдел сбыта, и наши контролеры придут к вам домой. Принесут заявление, вы дома заполните. В том случае, если заявления ваши были написаны в апреле месяце на МУП Теплоэнерго, вам не нужно повторно собирать документы, вам необходимо прийти в отдел социальной защиты и переписать это заявление на КГУП Примтеплоэнерго.